Прокатиться по живописным каналам Венеции на гондоле – мечта многих. При этом введение нового налога для однодневных путешественников, похоже, не мешает туристам наслаждаться романтическим путешествием. Венеция стала первым городом в мире, который ввёл систему оплаты для туристов. Она действует с 25 апреля. Так власти пытаются сократить число гостей и разгрузить улицы и каналы. Однако десятки туристов по-прежнему наслаждаются экскурсиями на гондолах, несмотря на то, что в определённые дни должны заплатить по 5 евро за вход. «Видите, как сегодня многолюдно в национальный праздник. Так что вполне закономерно, что есть дополнительная плата за вход. Я с этим согласен. Мы из Германии, нас завалили налогами, так что это просто ещё один». «Ну, такова жизнь, что скажешь». Плату ввели только в самые загруженные дни. В общей сложности их будет 29 в году. Если кто-то хочет попасть в город Лагуну с 8.30 до 16.30 в определённые даты, то должен купить билет. Забронировать его можно онлайн. Также есть стойка для тех, у кого нет смартфонов. Хотя турникетов на въездах в город нет, инспекторы будут проводить выборочные проверки и налагать штрафы на сумму от 50 до 300 евро. По словам чиновников, в прошлом году Венецию посетило около 20 миллионов человек. Причём только половина из них остановилась на ночь в отелях или в съёмных квартирах. При этом население города составляет около 49 тысяч человек. От уплаты налога освобождаются только местные жители, студенты и рабочие. Помимо введения платы за вход, город также запретил большим круизным судам заходить в Венецианскую лагуну и объявил о новых ограничениях на размеры туристических групп.